Книга «Лучший друг человека». Этот всеми со школьных времен известный тезис воплощали на деле целый год. Читали дома, в библиотеках и даже на траве в Оренбургских парках. Ведь главная задача года литературы была показать – быть человеком начитанным – это престижно. В приложении к сегодняшним молодым людям вернуть этот интерес возможно только за счет, наверное, возвращения такого понятия, как мода на чтение. Читать должно быть престижно. Умным человеком должно быть престижно. А еще в год литературы, что называется, прорвало оренбургских мастеров пера. Они писали и издавались, и, что самое главное, их читали. Детская писательница Людмила Ковалева продолжила серию книг, ставших популярными среди самых маленьких читателей. В этом году по мотивам первых двух книг-сказок вышла настольная игра про того же персонажа Хриндика «Волшебный остров». Это стало таким продолжением моей литературного пути для детей. И, в принципе, сейчас я работаю уже на третьей книжке, и, думаю, в следующем году она увидит цвет. Свет в этом году увидела немало изданий, причем как заслуженных, известных за пределами области авторов, так и начинающих. Можно сказать, что в год литературы про литературу вспомнили. Никогда еще не было такого, что писатели приглашают в такое большое количество передач, на такое большое количество встреч. Но, в принципе, это хорошо. Многие люди не знают, что в Оренбурге вообще есть писатели. В 2016-м нам предстоит узнать, есть ли в Оренбурге киношники. Ведь следующие 12 месяцев объявлены годом кино, и планы на него уже готовятся. За основу возьмут ежегодный фестиваль «Восток-Запад». Этим вопросом уже вплотную занимаемся. Тем более у нас есть якорное мероприятие, вы его очень хорошо знаете, да, на базе которого. Мы, кстати, планируем его сделать, скажем так, в этом году круглогодичным. То есть у нас «Восток-Запад» будет круглый год. Чем будет это наполнено? Ну, узнаете чуть позже. Виталий Сапожников, Владимир Семенов. Наше время.